Гейски ребят, меня зовут Флавиус и мы продолжаем ловить зомби. Что ж, я уже подбираюсь к концу, скажем так, к концу нашей игры. Ну, может это не конец, но по крайней мере я уже почти открыл все зомбо-выжималочки. Нам осталось еще три уровня. И что ж, очередной уровень, 62-й. И новый продукт, о, это похоже на кусочек пиццы. Так, ребята, отлично. Ну, пиццу я думаю все любят. И давайте посмотрим, что нужно. Угу, смотрите, сколько тут нужно компонентов всяких. Так, покупаем. А, ну, в принципе, все эти компоненты у нас есть и довольно-таки в большом количестве. Пицца выглядит не очень, но ты же знаешь, что говорят о пицце. Ага, пицца есть пицца, какой бы ужасной она ни была. Да, пицца из перемолотых зомби. Ну, да, какой бы она ужасной ни была, ее все равно будут все любить. Странно, конечно, ну да ладно. Что ж, для этого нам нужны ананасики. Для этого нам нужны желатиновые зомби, желешки. И, так, и кофейные. Те, из которых мы делаем кофеек. В принципе, всех зомби у меня в полном достатке. Поэтому насыпаю, так сказать, делается она целый час. Это, конечно, долго, но думаю, ничего страшного. Так, и нам нужен вот этот пляжный зомби. И также нам нужна индейка. Индейка, индейка, где наша индейка? Так, 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 где же она здесь? Вот. В принципе, всех зомби у меня в большом количестве есть. Поэтому быстренько сейчас со всем справлюсь. Все зомби перемолоты. И мы получаем пиццу. Точнее, улучшение для нее. И 63 уровень. Что ж, давайте поскорее выполним эту задачку. И прокачаем здесь все. Так, денежки у нас уже подходят к своему концу, к сожалению. Ну да, ничего страшного. Еще один раз, я думаю, мы сможем прокачать выжималочку. Нашу, чтобы все-все успеть за один раз. И также нам нужно 200 штучек драгоценного нашего лимонада. Что-то сейчас я это немножко ускорю. И получаем... Ой, стоп, не получаем еще новый уровень. Немножечко зомби не хватает. Буквально 5 штучек. Сейчас они быстренько-быстренько перемолятся. И нам продадутся. Мы получим новый уровень. Что же, поглядим, что здесь нас ждет. Ух ты, новый продукт. Это какая-то трехглазая рыба. Странная она какая-то. Ладно, стоп. Если нам нужно произвести рыбу, то это означает, что, ребята, что мы переходим в новую локацию. И, кажется, это уже будет последняя локация, которых я только видел. Так, смотрите. Блинкинфиш. То есть какая-то там рыба. Так, давайте, что ж, посмотрим, что нам за нее скажет. Какая-то очень странная рыбешка. Уверен, что она нормальная. Не то слово. Она магическая. Не знаю, что магического в этой рыбешке. Трехглазой. Ну да ладно. Для нее нужно, кстати, очень много. Потому что нужны 4 толстеньких зомби. И будет делаться тайно 1 час. Но мы, конечно, ускорим. И всего лишь 10 штучек. А нам 10 и нужно. Да, конечно. Тяжелый будет продукт нам такой достать. Ну да ладно. Я, наверное, еще на один уровень проапгрейджусь. Потому что нам еще, получается, не открылись никакие зомби. Нам некого ловить. У нас, в принципе, сейчас все есть в достаточном количестве. Что ж, давайте немножечко ускорим процесс получения уровня. И, наверное, уже открою выжималочку и пойду ловить зомби. А, нет, стоп, ребят. Смотрите, нам не хватает вот этих вот зомбачков, которые мелкие, с которых мы делаем вот эти спалочки. Ну что ж, смотрите, нам тут предлагают поохотиться на босса. Ну что ж, в принципе, вместо того, чтобы этих мелких ловить, пытаться их как-то, мы просто поохотимся на босса в очередной раз. Кстати говоря, это Йети. Зимняя локация. Ну что ж, в принципе, нормально. Нормально. Чтобы не охотиться лишний раз на этих мелких, потому что их действительно тяжело довольно-таки выбивать. В принципе, можно поохотиться на босса. Это даже веселее, как по мне. Конечно, босс это босс. Он силен, негодяй такой. Но ничего страшного. Сейчас мы его будем-будем. Опа, почти попал. Последний раз. Есть! Отлично! Классно. Так, берем его, захватываем и зомби-босс пойман. Идем в кафешечку. Ложить его на место выжималочки. Так, запихиваем сюда. Произвести. И всего лишь 5 минут нужно. Так, а нам сколько нужно? Нам 80 таких штучек нужно. Угу, хорошо. Ага, нам тут еще вот этих коктейльчиков нужно. Точнее, напитков. Так, сейчас еще раз поохотимся на босса. Классно. В одной серии сколько мы? Два раза будем охотиться на босса. Мне кажется, это замечательно. Так, сейчас по-быстренькому попытаюсь поймать. Кстати, знаете, тут шарики всякие на этой локации. Украшения тут валяются. Странная вообще зимняя локация. Но она, знаете, в тему. Потому что скоро Новый год. Новые приключения нас ожидают в новом году. Всего нового. Много веселого. Поэтому, ребята, оставайтесь всегда со мной. Смотрите меня. И получайте удовольствие. Что ж, тем временем мы ловим зомби. Ловим, ловим, ловим. И почти споймали нашего драгоценнейшего, драгоценнейшего босса. Так, так, так. Тихо, тихо, тихо. Он убежал. Но у него осталась одна жизнь. Смотрите, сейчас мы немножечко заплатим за то, что мы его упустили. 10 плутония. Ну, в принципе, это небольшая цена. Чтобы получить босса. Вместо того, чтобы охотиться на тех мелких-мелких негодяев. Такой быстрый, знаете, лайфхак способ, чтобы прокачать уровень. Все, мы его споймали. Давай, за решетку посадили. И возвращаемся в кафешечку. Так. Давайте, где тут наша выжималочка? Производим. Все. Все производим. Нам осталось только пару коктейльчиков сделать. Ну, и, в принципе, все. И есть новый уровень. Касаемся. И получаем 65 уровень. Улучшение для нашей рыбешки. И два плутония. Так. Какие у нас задачи? Угу. Сделать 80 хинкалей. И 200 арбузиных коктейльчиков. Так. Ну, это хорошо. Это мы можем. Только насчет хинкали. Что у нас? У меня тут сколько их осталось? Этих хинкальных зомби. Один штучка у меня остался. Один. Поэтому придется, ребят, придется еще поохотиться напоследок на этих хинкальных зомбиков. Так. Улучшаем выжималочку нашу драгоценную. Ну, и там арбузики нам надо сделать. Ну, их мы быстро сделаем. Что ж. Пойдемте поохотимся. Нам, в принципе, сколько там? Один зомби нужен хинкальный. Его мы быстренько споймаем. Ходим на локацию. И ловим зомбачочков. Кстати, следующий, который здесь будет, это будет босс. Ну, в этой локации. Так что будем внимательно следить за тем, как здесь все происходит. И как вы думаете, какой босс будет здесь? Ну, на кого он будет похож? Потому что в следующей серии я наверняка его буду ловить. И мне просто интересно ваше мнение. На кого похож босс будет в этой китайской локации? Может, это какой-то, не знаю, там, какой-то китайский император. Какой-то китайский злодей. Или, возможно, это, не знаю, какой-нибудь ниндзя какой-нибудь. Точно. Может, это ниндзя или самурай. Но самурай это ближе к Японии, конечно. Но все равно. Что-нибудь такое здесь будет. Ну, мы посмотрим, посмотрим. Сейчас я споймаю всех зомби. Нам, конечно, опять-таки нужен этот негодяйский зомби. Толстенький. Ну, не знаю, поймаю ли я его в этой серии или нет. Так, прыгаем, прыгаем, бегаем. Так, зомби ловим мы. Так, 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 так. Это сколько в этой серии мы уже уровней-то открыли? Получается, 61-го до 64-го. Три уровня уже? Ого. Там много так. Так, с тобой, ты выходите, зомби. Я, кстати говоря, взял вместо пушки Теслу, как это называется, сетимет. Мною некогда любимый. Но, похоже, он здесь не особо эффективный в этой локации. Да, ничего страшного. Нам главное споймать жирного негодяя. Жирного зомби. Ой, маленького споймали под шумок. Ну, он-то нам не очень нужен. Но ничего страшного. Хотя бы что-то. Хотя бы что-то. Что-то редкое. И, да, боссом мы не можем воспользоваться, поскольку у нас он не открыт, к сожалению. Поэтому мы им не воспользуемся. Так, так, так. Блин, ну это не те зомби, которые нужны. Это обидно на самом-то деле. Обидно. Как так-то? Почему нам не попадается тот, кто нам нужен на самом-то деле? Эх. Ну да ладно. Кстати, я заметил такую штуку, что вот этого зомбика, ну, который крылышками закрывается, я точно не уверен, но если попасть ему точно в голову, а не вот в этот его, ну, крылья, вот этот плащ его закрытый, то, в принципе, его можно убить и взять в ловушку. Только я еще не до конца это понял, так что буду еще разбираться. Тедикс, тедикс, тедикс. Где же ты, толстенький зомби? Где же мне тебя искать? А ты мне очень нужен, как никогда нужен. Так, так, тихо, тихо, тихо. У нас попали, но мы живы, мы живы. Опа, нет, нет, тихо, тихо, аккуратненько. Два раза в меня попали. Ничего страшного. Эти негодяи не уйдут, потому что у меня пушка Тесла. С ее помощью мне любые зомби нипочем. Так, вылазит, но это очередной грабитель. Не особо он нам нужен. О, ребят, смотрите, смотрите, вот, наконец-то я вас поймал. Уху, это тот зомби, который нам нужен. Так, я сразу иду в кафе, не буду заканчивать этот уровень, потому что мне поскорее не терпится уже получить новый и перейти в новую локацию. Так, что ж, ложу сюда зомбочка, зомбочка нашего драгоценного. И давайте, где здесь арбузные, арбузные зомби? Вот они. Давайте делаю их побыстренько, быстренько, быстренько все делаю. Так, там еще одна пачка зомби. И все, у нас будет новый уровень, ребята, и новая локация. Ну, перед этим новый босс, конечно же, ну, как новый, новый, старый, ну, в общем, босс будет, с которым мы сразимся, наверное. Ну, не знаю, скорее всего, в следующей серии сразимся, но сейчас я хочу уже открыть эту локацию, хотя бы одну. Что ж, все, нам осталось 5 порций продать. И все, мы получим новый уровень, 66-й. Да, новый продукт, смотрите. Так, плутония нам дали. И что еще? Что еще? Печеньки нам тут нужно сделать. И нужно новый товар сделать. Стоп, а с чего он делается-то? С чего он? Ого! Ого, ребята, смотрите. И денег уже не хватает. Так, это какой-то шашлык. Скевер. Скевер. Мистер Скевер. И там, получается, нужно 2-4 толстеньких зомби. Ого, ребята, ну, это действительно очень много. Хм, придется мне очень тяжело трудиться, чтобы достать этих всех зомби. Но, ребят, это вы уже увидите в следующей серии, где я на них буду охотиться. Ну, если вам понравилось это видео, то, соответственно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, естественно. И если вам уж очень понравилось, можете поделиться этим видео, а также написать комментарий. Что же, ребят, вы молодцы, вы лучшие. Удачи!